У этого матча была своя подоплека. Баскетболисты СК «Урал-2» не смогли приехать в Монтогорск в календарный срок. И два поражения, а это 4 очка, Крада Академия могла записать свой актив, не напрягаясь. Но Екатеринбуржцы упросили Кобирова перенести матч на более поздний срок. Монтогорцы согласились. И не только по причине присущего им благородства. Необходимо было обкатать молодежь. Кем лучше руководить? Молодой командой, вот такой, как нынче, или прошлогодней, опытной, с зубрами в составе? Молодой сложнее, конечно, но интереснее. Молодой, потому что те-то старички, они знали меня уже много лет, играет, полуслова чувствует. А за молодыми нужен глаз для глаз, все время подсказывать, помогать. Но это интересно. Ну что, ровно 6 минут до старта. Вперед! Соперник достался Крадо Академии, прямо скажем, не из легких. Это фарм-клуб команды, играющей в высшие лиги российского чемпионата. И этих ребят постоянно подпускают в основу главной команды. А это дорогого стоит. И именно опыт Скаурала позволил ему в первом тайме лидировать с отрывом 20 очков. Но когда прошедшая проверку магнитогорская молодежь села на лавку, дым над щитом соперника рассеялся. И начались качели. Игра очко в очко, главный монок для баскетбольной аудитории в НБА, позволяющая набирать до 20 тысяч зрителей на главных аренах США. И у нас в России пользуется спросом. Вся прелесть баскетбола в качелях. Симптоматично то, что вы согласились дать интервью только после того, как мы немножко выправили положение. Неужели такая серьезная команда и сильная? Ну, я бы сказал интересная команда. Это самая молодая и, пожалуй, самая перспективная в России команда. Мальчики с детских лет были чемпионами России в своем возрасте, 75-76 годов рождения. Вот, например, Олег Бляхман, девятый номер у них, капитан сборной России 76-го года. Вот. Это во-первых. Во-вторых, у них нет груза такого психологического. Они себе свои задачи выполнили, они в четверку попали. И второй или третий их не очень интересует. Мы тоже выполнили. Да, но нам надо бы вторыми. То есть вторыми все-таки по ряду причин. Чтобы выйти на третью-четвертую команду по Волжье, а не на первую-вторую. Не на первую, а в стыковых. Немножко полегче может быть, так? Ну, а потом у этих ребят, что интересно, эта команда похожа на тот спорт, которым мы с тобой занимались, абсолютно любительским. То есть команда, ни копейки не получающая за то, что ребята не получают свердловчистый баскетбол. Чистый баскетбол. Вот они служат в армии и играют в баскетбол. То есть нет у них ни премиальных, ни окладов, ни контрактов. Ничего нет. Ничего нет. Поэтому они так свободно раскованно играют. В моем голове я чувствую зависть, ностальгию. Кредо-академия вырвала победу. Хотя за три минуты до конца игры счет был 101-99. Второй матч был выигран безоговорочно. И после тура команда отправилась в Иваново, где просто произвела сенсацию. Со счетом 105-103 был повержен тюменский коник, купивший накануне сезона 12 мастеров спорта, половину дубля и основы московского «Динамо». У хозяев Ивановского энергоуниверситета магнитка вырвала одно очко в дополнительные пяти минутки. И победила «Медин» Нижний Новгород со счетом 110-105. Почему центральная пресса не обращает внимание на игры этого уровня? Ну, для меня самого загадка, конечно, потому что, да, Суперлига полоса, скажем, отдается Суперлиге. И следующая полоса отдается НБА. Причем за океанским делам отдается больше, как правило, нежели нашим. Это, конечно, несправедливо. Нанпарелью мелким шрифтом высшая лига. И первой лиги как будто бы нет. Хотя, конечно, это не так. Поэтому, мне кажется, баскетбол возрождается именно вот с этих залов, с больших, заполненных залов. А не пусть играют две классные команды при 120 зрителях. Это уже не баскетбол. В том же «Спортэкспрессе» у своих ворот футбольная рубрика. Там и первая лига, и вторая. Подробно о составах, о переменах кадровых. Баскетбол на дне корзины. Первая лига как будто не существует. Андрей, я упрек принимаю, но вопрос, в принципе, конечно, не конек. Я думаю, что поиграет эта команда сезон другой, вот на этом же уровне, она застоится. Жалко будет. Ребята подрастут сейчас, все, им нужен будет шаг вперед. И полшага команда уже сделала. Я считаю, что основа этих громких побед, особенно над «Коником», была заложена в отложенных матчах против Екатеринбурга. Именно здесь команда поверила в себя. Впереди у крадоакадемии самый трудный этап – борьба за медали и за путевку в высшую лигу, в которую включатся сливки всех дивизионов из первой лиги российского баскетбола. Как там мы будем смотреться? Команда обновила состав, молодежным составом выступает. Есть у нее шансы как-то в высшей лиге себя показать? Ну, вы понимаете, последние вот 2-3 года я очень часто приезжаю в качестве комиссара на соревнования в город Магнитогорск. И просто на моих глазах команда, ну, омолаживается. Мне очень нравятся их не задние линии, нападающие очень приличные. А вот то, что не хватает таких мобильных, хороших, центровых, вот этого пока… А Миша Березов пока не тянет? Ну, Миша Березов тянет, но он еще молодой. Много я езжу, ну, чтобы было такое количество зрителей на матчах. Это же ведь, вот, бывает некоторые матчи по тысяче с лишним. Я там даю отчет – тысячу, тысячу, 300 человек. Это редкость, это редкость даже на соревнованиях выше ранга. Это очень, ну, перспектива отношений. И тренер молодой серьезно относится к этому делу в будущем. Я говорю, вот, если вот на эти нюансы обратить внимание, ну, в основном, я говорю, это хороших двух центровых игроков. И будет очень перспективная, очень мощная и хорошая команда.